Мы на Московском международном кинофестивале и рядом со мной Николай Никулин с телеканала РЕН-ТВ. Николай, как ваше настроение сегодня? Как ваше впечатление? Ну, пока впечатлений особо нету, потому что я ничего не успел посмотреть, кроме видока как раз фильма «Открытие». Я пообщался с режиссером Рише. Между прочим, потрясающий человек. Сегодня мне в интервью он рассказал о влияниях Сергея Изенштейна и Дзиги Вертова на него. И я жду не дождусь показа фильма «Годовщина революции», который будет показан тоже как раз на Московском кинофестивале. Называется он «Годовщина революции» и снял его как раз Дзига Вертов. Эту ленту долго не могли найти. И вот, наконец, собрали, и мы имеем возможность посмотреть ее. И вдвойне интересно, потому что Дзига Вертов повлиял как на российскую кинематографию, так и на французскую кинематографию и на Жан-Люка Гадара. А надо обратить внимание, что очень много будет французских фильмов на кинофестивале. И вообще как-то франко-русская дружба, она культивируется, и это замечательно. А можно ли вас назвать поклонником российского кинематографа? Конечно, можно. Я живу в России. Как я могу не любить российское кино? Это только люди, которые пытаются хайпить, получать рейтинги, очки на критики. Но это не люди, которые по-настоящему любят кино. То есть они просто хотят какую-то популярность. А если ты любишь кино, ты, в общем-то, неважно какой национальности кино, ты просто пытаешься найти какие-то драматургические изыски, какие-то интересные ходы актеров, в которых можно влюбиться. Естественно, каждая страна таких актеров, таких режиссеров, такие картины презентует. И в этом году я очень много российских картин посмотрел. И вот даже те, которые хотя бы на некий были номинированы, допустим, там «Сердце мира», «История одного назначения», «Война Анны». Я жду-не дождусь и трех российских фильмов в основном конкурсе, и в частности якутский фильм, потому что якутское кино... Ну, я здесь не оригинален, он действительно на подъеме, и к нему нужно присмотреться. Замечательно. А подскажите, вот как у вас путь ваш на РЕН-ТВ, вот ваш успех, как вот он... ваш путь, в общем, становления? Слушайте, ну успех — это слишком громкое слово, пока не настолько успешно. А путь очень простой. Ну, это длинная, конечно, история, но простая. Дело в том, что в журналистику не попадает по заслугам. Это вот в армии можно, например, служить несколько лет и за это получить еще одну звездочку. А в журналистике не бывает, что ты сидишь, допустим, продюсером пять лет, а потом к тебе подошли и сказали, слушай, ну вот ты пять лет, ну пора бы уже стать ведущим. Такого не бывает. Тут либо повезло, либо не повезло. Это правда везение. И вот если человек этим случаем, а каждому человеку рано или поздно такой случай представляется, он воспользуется, ухватится за него, то он попадает в профессию. У меня как раз ровно такой был случай, как вы, только телеканал РЕН-ТВ брал у меня комментарий по поводу Московского кинофестиваля. Я на тот момент работал на радио «Комсомольская правда» кинокритиком. Я рассказал про Московский кинофестиваль, каналу очень понравилось. Как я рассказал, понравилось мое лицо, видимо, образ. И они сказали, давайте вы будете у нас работать. Так и попал. Удивительно. То есть это воля судьбы, удача. Да, абсолютно. Можно вот подкинуть монетку, и на одной стороне там написано «ты ведущий», а на другой стороне «ты неведущий». Хотел другую профессию назвать, но я подумал, наверное, оскорблю. В общем, неведущий. И вот как она просто ляжет, у меня она упала на эту сторону ведущего. Ну здорово. Желаю вам успехов в карьере. Спасибо за интервью. Спасибо вам.